4 октября 1957 года мир проснулся другим. Запуск первого искусственного спутника Земли поверг человечество в шок. Спутник Moment. До сих пор в английском языке это выражение означает прорыв, сенсацию, переворот. Шар весом 83 килограмма заставил американцев почувствовать себя уязвимыми. Оказалось, у русских есть не только валенки, палалайки и гулаг. У них есть наука и образование, способные оставить в дураках самого сильного соперника. Сегодня по совокупному числу ученых и инженеров Советский Союз превзошел Соединенные Штаты. Тенденция угрожающая. Нам нужны ученые. Тысячи ученых. Впервые в истории США ситуация в образовании объявляется прямой угрозой национальной безопасности. Конгресс немедленно принимает акт о безопасности в образовании. Он гарантирует способным студентам бесплатное обучение в вузах. В глобальную гонку вооружений включается школа. Казалось, победа в холодной войне напрямую зависит от того, кто лучше подготовит своих детей. Советы тратят на образование до 8% национального дохода, в то время как США всего 3%. За 10 лет на каждого советского школьника приходится 2772 часа русского языка, 2000 часов математики, 891 час физики и химии, 660 часов истории иностранного языка и физкультуры, на 200 миллионов населения 2 миллиона студентов. На пике холодной войны за Советским Союзом четверть всех изобретений в мире. Страна является самой читающей. На нее смотрят с восторгом и надеждой, ведь для человека нет ничего важнее, чем образование и здоровье собственного ребенка. Успех спутников скружил голову многим. Только один человек на Западе сохраняет спокойствие и невозмутимость. Аллен Даллас, бывший директор ЦРУ. Какое-то время советы будут двигаться вперед, используя свою систему образования для сортировки человеческого материала. Однако новые запросы, вызванные образованием и знакомством с Западом, в какой-то момент вызовут неожиданные и фундаментальные изменения в самой советской системе. Так и вышло. Почти четверть века образование России катится вниз. Десятки тысяч школ закрыты. Сотни вузов переданы в частные руки. По индексу образования мы упали на 36-е место. По количеству изобретений на 10-е, уступая Китаю в 20 раз. И все это время в стране продолжаются реформы образования. Как в карточной колоде меняются министры, и теперь уже не американское, а наше общество, в прямом смысле, остается в дураках. Но почему так получается? Сравним две конституции. Одна гарантирует образование для всех. Другая гарантирует право поучаствовать в конкурсе. Почувствуйте разницу. Советская система образования – это забота о будущем страны. Образование в сегодняшней России – это услуга. Ведь сырьевой перепродажной экономике не требуются умные люди. В сырьевой стране рынку не нужны ни математики, ни физики. Рынку нужна обслуга. Сегодня США и Россия близки к новой холодной войне. И вновь, словно в октябре 57-го, образование оказывается вопросом национальной безопасности, вопросом выживания. США тратят на образование около триллиона долларов в год. Это больше, чем бюджет Пентагона. Чем ответит Россия? Есть ли у России шанс на новый спутник Моумент? Современный преподаватель – это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес.